Ситуация у экономицы Гомельской в области выправляется. Объем волового регионального продукта за 11 месяцев ускала без трех десятых 100% до леташнего узровня. По выниках 2020-го плануется выйти на минулогодний покашек. Обтым, как працевал этот сектор селит, с якими тяжкостями сутыкнулся и что робилось для стабилизации обстановки, Марина Северьянова погутерла со старшинной комитета экономики Гомельского обл. Воконкама Игорем Ослюком. Самым складанным стал початок года. Темп роста ВРП был на узровне 95%. Зараз до поравнания 99,7%. Тяжкости первых селитних месяцев были выкликаны проблемами с поставкой нафтопродуктов на наши предприемства. Потом экономику подкосила пандемия. Початку накрыла первой хвали, последней великой передышки – другой. Але удар был вытриманный, и из мая экономика, окроме сферы громадского харчевания, начала уповненно обновлять свои позиции. Несмотря на все факторы сложившиеся, у нас такие отрасли, как строительство, показывают рост, и причем уверенный рост строительная отрасль работает с темпом. Вклад ее в ВРП Гомельской области составляет 10%, то есть темп 110%. У нас с темпом 103% работает сельское хозяйство. У нас также информация и связь имеют положительные темпы. До минулогодних показчиков в Кирхуне дотягнула промысловость. И все ж таки, уличываючи экстремальные умовы працы, и там отрималася с 91% ВРП в студене досягнуть 99% в листопаде. Ее сподевания выйти як минимум на 100% до конца года. Але особные промыслованные керунки гэты показчик поспели пересягнуть. Предприятия Министерства промышленности, пищевая промышленность, деревообработка – они сегодня имеют темпы выше 100%. Кроме того, отрималася на четверть снизить объемы складских запасов при одночасовом нарушивании вытворчасти. Справилися и с выконанием показчика по росту зарплаты. Зараз в середнем регионе она складает 1080 рублев. Под обязанности глядите в программе «Новины ты дня» в неделю на телеканале «Беларусь4» в Гомель. Марина Севериянова, Евгения Макинка, телерадо «Компания Гомель».